В эти дни на льду физкультурно-спортивного комплекса лидера развернутся нешуточные страсти. Турнир «Золотая шайба» проходит под патронажем полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. В этом году в региональном этапе принимает участие 16 команд по четырем возрастным группам. Ребята до 15 лет. Победители и финалисты отправятся на межрегиональный этап турнира. Турнир традиционный. Турнир упирается еще, можно сказать, практически уже в вековую давность. Анатолий Тарасов этот турнир создал. Турнир специально создан для массового спорта. То есть на турнир привлекаются именно дворовые команды, команды с поселков, с районов. Федерация хоккея в Львовской области сейчас большое внимание уделяет именно районам, именно селам. В первый день соревнований на льду сошлись юные хоккеисты из Ульяновска, Сингелея, Майна и Барыша. Для них этот турнир не только возможность показать себя и попасть на межрегиональный этап «Золотой шайбы», но и возможность подготовиться к чемпионату России. В данный момент мы готовимся на чемпионат России по сельским командам на «Золотую шайбу». И вот этот турнир в том числе как подготовка к этому соревнованию мы используем. Николай приехал на «Золотую шайбу» из Майнского района. В рабочем поселке Майна у него занимаются две группы по 15 детей. Среди них не только ребята, которые только-только встали на лед, но и те, кто уже успел принять участие в международных турнирах. Карина, к примеру, выступала и на турнирах ПФО, и даже в Белоруссии. Ну, я ездила в Белоруссию, уже с командами просмотра. Участвовала в ПФО в том году, с девятым годом по мальчикам. Сейчас играю на Республике Татарстана. «Золотая шайба» проводится с 1964 года. 11 января на льду лидера сойдутся ребята из Новоспасского и Барышского района, а также Ульяновска. Ну а финал ждет спортсменов 18 января. Кирилл Савосин, Сергей Кудаков, Управда ТВ. Продолжение следует...